Всем добрый день! День сегодня будет очень интересный и насыщенный. Во-первых, именно сегодня в знаке водолей происходит новолуние. Новолуние – это когда Солнце с Луной в одной точке, в одном знаке зодиака, то есть они сегодня встречаются в знаке водолей, и начинается растущая Луна. В чем ценность новолуния? Именно в новолунии я рекомендую всем не просто загадывать желание, а делать какой-то шаг в направлении чего-то нового. И само положение планет вам в этом поможет. Но не сейчас, а где-то ближе к вечеру, когда Луна уже пойдет в растущую позицию. И это будет происходить в знаке водолей. Поэтому, водолеи, вам сегодня нужно быть очень внимательными к каждому слову, которое вы произносите. Потому что сказанное сегодня может произойти завтра. Прежде чем, мало того, я бы сказал так, подумайте, прежде чем подумать. Потому что сегодня вы будете достаточно сильны именно в этом формате. Знак Рыбы. Ну, Рыба может только позавидовать, потому что Венера с Марсом по-прежнему находятся в их знаке. То есть у них такие очень благоприятные сейчас сюжеты, связанные со взаимодействиями. Можете хоть сегодня и завтра в ЗАГС идти, и все у вас будет прекрасно. Знак Овен. Вот в этой Новолунии я бы рекомендовал Овнам заказать себе какое-то, вернее, подумать, захотеть. Прям взять листок бумаги и записать, что вы хотите в плане далекого будущего. То есть не сегодня и завтра, а, например, через 20 лет я вижу себя вот таким. То есть какой-то далеко идущий план себе запланировать. Тельцы. Ну, Новолунию с Водолеем я бы рекомендовал Тельцам никаких желаний сегодня не загадывать, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Эмоции будут немножко зашкаливать у Тельцов. Вы подойдите к вопросу желания примерно дня через три, когда Луна перейдет в рыбы и эмоциональный фон у вас сгладится. С другой стороны, именно вот квадрат к вашему знаку говорит о том, что сегодня, завтра вы можете выбросить из своей жизни все ненужное. Например, расстаться с человеком, который вот вам не нужен, какой-то хлам из дома повыбрасывать. Вот используйте это время для два дня, для чистки своего пространства, для чистки себя. Близнецы. Новолуния Водолея очень и очень благоприятна для знака Близнецы. Солнце с Луной в хорошем положении для Близнецов, Юпитер из весов дает хороший аспект Близнецам. Так что загадайте себе сегодня что-то такое, знаете, глобальное. С учетом Водолея, именно поскольку оно Водолея, я бы рекомендовал захотеть что-то, какие-то путешествия. Я уже знаю, что я загадаю. Я загадаю себе сделать селфи на фоне пингвинов в Антарктиде. Ну почему нет? Вот Близнецам рекомендуют тоже что-то вот такого плана. Раки. Ну, раки вообще к движению Луны, я бы рекомендовал им присматриваться более внимательно, потому что Луна – это одна из важных позиций в гороскопе для Рака. И любое новолуние в любом знаке для Рака очень значимо. Поэтому сегодня побудьте в тишине, побудьте в уединении, послушайте себя. И глубоко там внутри вот положите ручку на сердце и спросите, а что я хочу? И чем чаще вы будете себе задавать такой вопрос, тем благоприятнее у вас все будет в жизни. И где-то после обеда возьмите и то, что я хочу, то, что вы почувствуете, запишите на листок бумаги. Потом рекомендую зажечь свечу и этот листок бумаги сжечь, чтобы никто, кроме вас и мироздания, не видел то, что вы записали. Кстати, рекомендую это всем знакам, но Ракам особенным. Лев, ну, если львы сегодня, ой, даже не знаю, что я говорю, то львам, сегодня у вас будет такое, знаете, вот повышенная агрессивность. За львов-то я не переживаю, вот, я переживаю за окружение львов. Так что у кого знакомые львы, там, близкие львы, ну, побудьте сегодня и завтра к ним снисходительными. Они могут быть, вспылить, они могут наговорить каких-то слов ненужных. Потерпите их два дня. Пару дней, и львы опять будут белыми и пушистыми красивыми кошечками. Дева. Ну, у девы, это новолуние для дев достаточно, так, ну, относительно нейтрально. То есть ничего такого ни хорошего, ни плохого не произойдет. Я бы порекомендовал девам в воскресенье и понедельник быть более осторожными и внимательными, потому что луна в растущем движении перейдет в оппозицию, к знаку дева, и немножко может затронуть ваш эмоциональный фон. Весы. Вот примерно так же, как близнецами рассказывал, только еще лучше будет для знака весы. Новолуние в Водолее замечательная позиция для знака весы. Поэтому сегодня вы себе можете загадать желание какое угодно. Причем, если вы, например, хотите себе купить машину, то загадывайте себе сразу какую-то там, самую крутую, какую только выберете. В общем, не мелочите. Сразу, чем глобальнее вы закажете себе желание, тем больше шансов, что оно у вас получится. Дальше. Скорпион. Ну вот, Скорпионов, вот сегодня и завтра, вот эмоциональный фон будет не в самом лучшем состоянии, поэтому с желаниями вам, примерно, как телесам, тоже лучше повременить. Вот послезавтра посидите и подумайте, что вы хотите. В принципе, желание можно загадывать на первых трех днях растущей луны. Так что вот в воскресенье сядьте, эмоциональный фон у вас успокоится и задать себе вопрос, а что же я хочу? Стрелец. Ну, встреча солнца и луны водолеи, достаточно симпатичное положение для знака стрелеца. Стрелецам загадывать, в принципе, ничего не надо, никаких желаний. Стрелец – это знак, идущий вперед, идущий к цели. Они всегда прекрасно знают, что они хотят и куда они движутся. Просто в этот день попробуйте, ну, просто побыть в позитивной обстановке. Сводите себя куда-нибудь на концерт, в театр, то есть зарядите себя позитивной энергией. Козерог. У козерогов тут интересненькая позиция. Меркурий в своем движении подходит к Плутону. То есть козерогам нужно сейчас очень быть аккуратными со своим мыслительным аппаратом. То есть мысли, которые козерог сейчас будет у себя создавать, они будут иметь силу. Поэтому будьте любезны, аккуратно. В общем, думайте, прежде чем подумать. В этой новолунии, что бы я рекомендовал загадать козерогам? Что-то, связанное с контактами, с коммуникациями. Например, решите... В общем, пусть козероги сами придумают, что они хотят. Но что-то, связанное с контактами, с коммуникациями, с путешествиями. Вот так что желаю вам всем удачно встретить в новолунии. У всех еще есть время, примерно до вечера, подумать, что же мы хотим загадать. Рекомендую, так же, как я говорил, ракам записать это на бумажке. Только обязательно после этого сжечь, чтобы никто не видел, что вы там написали. И никому не рассказывать.